28 человек погибли. Число жертв увеличилось после второго мощного землетрясения на юге Японии. Более 800 пострадавших госпитализированы, сообщает полиция. Магнитуда составила 7, но теперь трясет не одну единственную префектуру. Два раза примерно по 5 баллов тряхнуло и север острова Кюсю. Всего за последние сутки произошло больше 15 толчков, сильнее 4 баллов. Если брать сильнее 2 баллов, то их количество увеличится до 55. Это информация геологической службы США. Ранне японские метеорологи уже предупреждали, землетрясение, которое произошло на острове, не будет единственным. Они призвали население быть осторожными, потому что такие сильные толчки обычно сопровождаются многочисленными авторшоками. Они могут стать причиной гораздо больших разрушений, чем спровоцировало основное. В результате серии землетрясений на юге Японии без света остались почти 200 тысяч домов. А примерно в половине из них, во избежание взрывов и пожаров, остановлено газоснабжение. После семибального землетрясения власти объявили угрозу цунами. Накануне людей попросили покинуть прибрежные районы. На этом список угроз для Японии не кончается. Крупнейший вулкан архипелага ассоциировался, активизировался и выбросил столб пепла высотой 100 метров. Кажется, вроде бы мало, но все может измениться. Предугадать поведение вулканов очень сложно, пока угрозе присвоили только второй уровень опасности. А людям запретили приближаться к кратеру ближе, чем на один километр. Сутки назад юг Японии сотрясло мощное землетрясение. Власти сообщили о девяти погибших. По меньшей мере 780 человек получили травмы. Были разрушены дома, в зоне ЧП вспыхнули пожары. 45 тысячам человек пришлось покинуть свои дома для спасения людей из-под завалов. Помимо специалиста, власти привлекли несколько сотен военных.